Чтобы пятно было желтое побольше, чтобы он хрустел внутри, слышно, когда нажимаешь, все так хрустит, да, вроде более-менее, и кончик, чтобы был сухой. Арбузы выбираю, чтобы они в первую очередь были настолько звонкие, твердые, упругие, чтобы было такое ощущение, что он вот-вот скоро лопнет, тогда он, в принципе, должен быть спел. Чтобы хвостик был сухой, я знаю, чтобы желтесна была такая, трещинки такие небольшие, ну, а по звуку я не умею определить. По звуку выбираю, вот, и по корешку еще, вот, и все, по звуку, вы его посукаешь вот так, и он прямо, это самое, отдает хорошо, прям, бом-бом-бом. Здравствуйте, а откуда арбузы? Большой крупный арбуз, Казахстан, мелкий, соль и лец. Какие вкуснее? Большой казахский арбуз, он сахарный, сладкий, соль и лецкий, красный, тоже сладкий арбуз, хороший, он кокорый. Хазрат Азимов на этом рынке – частый гость. Сегодня он собирается за Волгу. Отличный способ утолить жажду – съесть холодный арбуз. Он и накормит, и напоит, рассказывает Хазрат. Главное – правильно его выбрать. Я внимание обращаю, чтобы не мято, не треснутое было, ну, и по звуку понимаю сам. Такой, как у барабана чуть-чуть. Такой стучишь, он такой хороший. При покупке полосатой ягоды нужно обращать внимание еще на несколько признаков. Во-первых, на земляное пятно. Оно должно быть одно – в идеале ярко-желтого цвета. Если оно белое – это первый признак незрелого плода. А вот сухой хвостик, на который ориентируется почти каждый второй покупатель, совсем не показатель. Некоторые уверены в том, что если у арбуза сухой хвост, значит, он наверняка спелый. Но это не всегда так. Обычно, когда хвост сильно сухой, это уже старый арбуз, и он может быть переспелый, если он плохо хранился, например, без холодильника. Это наверняка уже вялый арбуз внутри. Ну, хвостик должен быть слегка сухой, но лучше, конечно, зеленый. Также обращайте внимание на торговую точку. Если это рынок, то арбузы необходимо хранить под тентом, на специальных стеллажах или картоне. На товар у продавца обязательно должны быть документы. По словам специалистов, также не стоит брать половину арбуза или треснувший плод. И это небезопасно. Нельзя покупать арбузы частями. И не советуем просить продавца взрезать, чтобы попробовать арбуз, так как арбуз содержит большое количество сахаров. И это очень хорошая питательная среда для микроорганизмов. Поэтому быстро они размножаются. Плюс арбузы хорошо впитывают и пыли, и соли тяжелых металлов, которые могут находиться в воздухе, в выхлопных газах автомобиля и так далее. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть. Частички пыли и грязи, находящиеся на кужуре, могут попасть внутрь плода. А такой ягодой легко отравиться. Знатоки говорят, спелый арбуз не тонет в воде. Давайте проверим наш. Сейчас будем купать нашего полосатого друга. Опускаем. Держится на воде. Значит, мы сделали правильный выбор. Режем арбуз. Успелого мякоть сочная, а при близком рассмотрении крупинчатая. Если срез гладкий и блестящий, арбуз или не дозрел, или уже начинает портиться. Свежий арбуз приятно пахнет, а вот любой неприятный запах с кислинкой должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить и не рисковать собственным здоровьем. Ксения Баканова, Константин Головин. События.